Двое подростков в Иркутске подожгли машину. Действия юных пироманов попали в объектив камеры видеонаблюдения. В том числе с помощью этих кадров полицейские смогли выйти на след подозреваемых. Ими оказались парни 16 и 17 лет. Содеянным они уже сознались. Причиной поджога стал дорожный конфликт между владельцем машины и подростками. Теперь автомобилист остался без транспортного средства, а юноши стали фигурантами уголовного дела. А что еще интересного и важного произошло в Иркутской области, что беспокоит жителей региона? Об этом узнаете в ближайшие полчаса в эфире Новости по будням. Здравствуйте! Центральные темы выпуска обозначат наши коллеги в коротких анонсах. Опасный маневр. В Куйтунском районе в ДТБ погиб один человек, еще четыре пострадали. Через минуту расскажем об этой и других резонантных авариях, а также о том, можно ли было водителям уйти от столкновений. Ушли под воду. В Иркутске во время сильного дождя затопило двор жилого дома. Вода просочилась в подъезды. Почему так произошло, выяснила наша съемочная группа. Оперативным группам Ангарска было не до отдыха в минувшие дни. Там за выходные мошенники обманули четырех пенсионерок. И это только зафиксированные случаи подробности обмана в программе. Программа завершится на доброй ноте. Что за музыкальный экспонат появился в Иркутске и почему Ольхон стал героем клипа белорусских исполнителей, узнаете в рубрике повесточки. И теперь о событиях дня подробнее. Чередой резонансных ДТП отметились выходные в Иркутской области. Одно из них закончилось гибелью водителя. Это произошло в Куйтунском районе. На трассе Сибирь столкнулись легковушка и внедорожник. По предварительной информации, 32-летний водитель первой машины выехал для обгона навстречку и столкнулся с внедорожником. Шофер, совершавший маневр, погиб. Еще четыре человека получили травмы. Серьезные увечья в другом ДТП получил мотоциклист из Братска. Ехал он по главной, однако мужчине не уступил больше груза. В итоге мотоциклиста доставили в больницу. При этом он был в полной экипировке. Без госпитализации обошлась похожая авария в Тайшете. Водитель отечественного автомобиля нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с мотоциклом. За рулем оказался 14-летний подросток. В итоге наказали и виновника аварии, и родители юного гонщика. Всего же за неделю на дорогах при Байкале погибли 4 человека, около 70 получили травму. Попасть в опасную ситуацию можно и в собственном доме. В зиме мужчину полностью завалило песком в подвале частного дома. Счет шел на минуты. На место оперативно приехали спасатели. Они с помощью веревки аккуратно вызвали человека из песчаного плена. Двигаться сам мужчина уже не мог. Сильно затекли ноги. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой помощи. Кадрами спасательной операции поделилась пресс-служба регионального МЧС. А вот жители многоквартирного дома в Иркутске оказались в дождевом плену. Там затопило двор, подъезды и подвалы. Почему так произошло, узнавал Олег Федоров. Двери этого дома всегда открыты. Но не потому, что здесь проживают самые гостеприимные жители Иркутска. Просто в подъезде сырость. Во время сильных дождей вода просачивается внутрь и никуда оттуда уже не уходит. В последний раз помещение затопило первого сентября. Во время ливня. Так, ты не затопишь, главное? Хаты? Да, ты не затопишь. Я надеюсь, что нет. Мне оставалась до моей квартиры одна ступенька. Одна ступенька, чтобы ко мне зашла вода. Вы понимаете, дом-то рушится, он весь свет прогнивает. А ты сейчас вот зайдите там, вот если открыть, там столько воды. Я не знаю, что будем, за что мы это. Сейчас мы сходили с соседкой в этот, сюда вот, в дом управления свое. Сказали, сейчас вызовем слесаря, придет вам все сделает. А что, кто нам будет это все делать? Недавно во дворе дома благоустроили территории. Положили новый асфальт. Некоторые жильцы предположили, что из-за этого вода может не уходить. Другие уверены, причиной мокрых несчастья место, где расположен дом. Он находится в низине, поэтому все осадки истекаются сюда. Но местный ливневый сток не справляется. Еще одна ливневка находится на соседней улице Трелиссера. Буквально 3-4 дня назад, когда был ливень, вот этот, там ливневка. И получается, они сделали вот это тут. Я смотрела, мне пришлось машину поставить около милиции там на углу, потому что тут невозможно, была большая лужа. И когда она стала, это у нас вот эта вода до ливневки не доходит, вот которая на Трелиссера. То есть сделали по-глупому. Получается, вот эта лужа, а ливневка здесь. И вот эта вода, она туда не доходит и не поступает к ней. Конечно, тут у нас все это топит. В городской администрации нам сообщили, что при ремонте второй половины улицы Трелиссера предусмотрен монтаж ливневой канализации. Но процесс этот не быстрый. Придется ждать минимум год. Ждать жителям дома приходится и коммунальщиков. Воду из подвала дома пока не откачали. Правда, на месте также побывали дорожные рабочие. Они осмотрели ливневки и очистили их от мусора. Может, теперь людям больше не придется бояться каждого дождя. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. За порядком многоквартирных домах Иркутской области, как и везде следят коммунальщики. И за эти услуги прибайкальцы платят каждый месяц. В среднем около 3800 рублей. Это намного меньше, чем тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг жители других регионов нашей страны. Такие данные приводят РИА Новости. Аналитики почитали, сколько россияне отдают за отопление и освещение своих квартир. Дороже всех эти услуги обходятся жителям Магаданской области. Они в среднем отдают почти 10 тысяч рублей за коммунальное обслуживание домов. Это почти 14% от общей суммы ежемесячных расходов магаданцев. У жителей Иркутской области более 8. По этому показателю наш регион оказался в десятке субъектов, где самые дешевые услуги ЖКХ. Меньше всех платят жители Калмыкии. Чуть больше 3000 рублей. Не тысячи, а сотни тысяч рублей ежедневно похищают мошенники у жителей Иркутской области. При этом схему у аферистов практически не меняется. Зато меняются жертвы. В минувшие выходные сразу 4 пенсионерки из Ангарска отдали преступникам в сумме больше миллиона рублей. Самой младшей жертве 73 года, самой старшей 87. Жили они в разных кварталах из общего наличия стационарного телефона дома. На них-то и звонили мошенники. Они представлялись полицейскими, сообщали пенсионеркам, что их близкие – дочка, внучка, заловка либо подруга – попали в ДТП и нужны деньги, чтобы пострадавшие отказались от заявления в полицию. Взволнованные пенсионерки заворачивали наличные в простыни и отдавали их курьеру. Сейчас аферистов ищет полиция. Искать преступников по ориентировкам, задерживать дебоширов, предотвращать нарушения, да и в целом охранять общественный порядок – все это задачи патрульно-постовой службы. В России она существует уже 100 лет. Но кто эти люди, которые берегут покой жителей Прибайкалья? Ответ у Дарьи Эйвазовой. Уже больше 10 лет Ирина и Александр Васильевы на работу приезжают вместе. Если, конечно, выпадает одна смена. Супруги работают в Иркутском батальоне патрульно-постовой службы. В 2012 году они познакомились в центре подготовки, а через год поженились. Мы не одна семейная пара в батальоне, поэтому это воспринимается обыденно. Есть ограничения определенные в работе. Нельзя, чтобы пара или родственники непосредственно занимали начальствующую и подчиненную должность. То есть у нас был как-то случай. Мы были в одной роте, рота номер три. И когда мужа поставили на заместителя командира взвода, я как раз была в этом же взводе. И мне пришлось перейти в другой взвод. Сейчас Ирина работает в дежурной части. Александр – заместителем командира взвода. В самом начале карьеры супруги порой попадали в один патруль. Но это оказалось слишком волнительно. Потому они попросились в разные экипажи. Ведь опасность может поджидать патрульного в любой момент. За годы работы пара сталкивалась и со стрельбой, и с агрессивной толпой, и с наркоманами. Были такие моменты, когда приезжали на какую-нибудь заявку, связанную с опасностью, с какой-либо. Она заступала автоматчиком, я водителем. По идее, она должна была идти на заявку. А я ее оставлял. Все равно мужчина есть мужчина. Я ее оставлял в машине, а сам рвался со старшим. Она еще и спорила. О чем семье не приходится спорить, так это об отдыхе. Свободное время они проводят с шестилетней дочерью Мариной. Хобби у пары разное. Александру ближе рыбалка. А Ирине – спорт. Вне работы она превращается в берейтера. Специалиста по объездке лошадей. В какой-то момент попросила у родителей привезти меня на ипподром, прокатиться на лошадке. Ну и вот до сих пор уже получается 16 лет я все катаюсь на лошадке. Совмещать работу со спортом, конечно, сложновато, потому что тренировки требуют большой отдачи. Лошадь, как твой боевой партнер и спортсмен, ему тоже нуждается в ежедневной нагрузке. Лошади – это детская мечта Ирины. Как и работа в полиции. Хотя это нелегкий труд. На службе нужно быть и по ночам, и в праздники. На страже общественного порядка в Иркутской области стоят около тысячи патрульных. Нередко им приходится рисковать жизнью и здоровьем, задерживая преступников и дебоширов. И все для того, чтобы на улицах было безопаснее. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Иван Валабуев. Новости по будням. На улицах жителей Иркутской области, в том числе детей, действительно может ожидать много опасностей. И, к сожалению, не всегда рядом могут оказаться полицейские. Как защититься при нападении бездомной собаки, расскажем прямо сейчас в рубрике «Ценный выбор». Перед началом учебного года многие родители напоминают детям правила дорожного движения. А ведь в городе школьников ждет еще одна серьезная опасность – бездомные животные. Когда безнадзорные собаки сбиваются в стаи, агрессивными становятся даже те, кто раньше охотно принимал угощение от людей. Ребенок должен понимать это и при встрече с собакой действовать правильно. Желательно снять подфель, выставить его перед собой. Ни в коем случае не поворачиваться спиной к собаке. Держать ее все время у себя перед лицом. То есть видеть ее. И позвать на помощь, громким голосом дать какие-то команды, сидеть, лежать в фунт. И попытаться отдалиться от нее. Не стоит гладить симпатичных щенков или собаку, которую держит на поводке хозяин. Животные непредсказуемы, но при соблюдении простых правил безопасности, вероятность их нападения на человека минимальна. Найти эти правила можно на сайте службы ветеринарии Иркутской области. Задача родителей и педагогов просто и доступна донести информацию до детей. Юлия Шинкарюк, Ольга Полянская. Новости по будням. Добираться до школы безопасно и с комфортом смогут дети из 20 муниципалитетов Прибайкалья. 33 образовательные организации в этих городах и районах получили новые автобусы. Всего 42 машины. Ключи от них передали директорам, школ и главам муниципалитетов 4 сентября представители власти региона. Некоторые водители уже оценили новые машины. Еще семь школьных автобусов в пути. Проделывают большой путь и все ради науки и экологии. Ученые из разных городов страны изучают состояние озера Байкала. Очередное исследование прошло в Большом Галаусном. Наша съемочная группа присоединилась к специалистам. Эти рачки обитатели Байкала могут многое рассказать о своем доме. В естественной среде обитания гомарусы занимают важное место в пищевой цепи. Ими питается почти вся рыба в озере. А ученые с помощью этих ракообразных могут определить уровень токсичных веществ в экосистеме водоема. Их уже три года изучает Ульяна Новоятлова. Девушка работает в лаборатории молекулярной генетики Московского физико-технического университета. В первый раз приехала на Байкал в 2020-м. Три года назад я оказалась на Байкале первый раз. И, конечно, влюбилась. С научной точки зрения Байкал это тоже особенное место. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы здесь ничего не нашли. Но мы и находим. Так специалисты выяснили, что в Байкале растет уровень разных химических элементов микропластика и органического мусора, которые загрязняют воду. Команда ученых из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов изучают акваторию озера с 2019-го совместно с ЭНПлюс. Для энергохолдинга это продолжение многолетней работы в сфере сохранения озера Байкал. Данное направление обозначил как приоритетный еще его основатель Олег Дерипаска. За четыре года ученые исследовали все побережье Байкала от Иркутской области до Бурятии. В последние годы влияние Селенги становится наиболее заметным. В первую очередь это связано с тем, что закончился маловодный период, когда на Байкал поступало мало воды. Сейчас Селенга несет очень большое количество воды и попутно смывает с водосборного своего бассейна все то, что накопилось в прежние годы. Результаты экспедиции мы обсуждаем на различных дискуссионных площадках, которые посвящены проблематике озера Байкал. Дополнительно мы эти результаты направляем в органы исполнительной власти для принятия управленческих решений с целью устранения накопленных экологических проблем на территориях. Но все же главный загрязнитель экосистемы Байкала это человек. Ученые выяснили, что одна из причин негативного влияния на озеро это отсутствие эффективной системы очистки коллизационных стоков. И решить эту проблему для сохранения уникального водоема людям точно по силам. Даниил Седов, Виктор Черкашин, новости по будням. По силам людям и другая задача просто не оставлять мусор на берегах водоемов. Иначе природные территории и общественные пространства просто превращаются в огромные свалки. Накануне на острове Конном неравнодушные люди собрали 5 тонн отходов. Так в Иркутске отметили День Байкала. Он отмечается каждое первое воскресенье с сентября. В этом году в экологической акции приняли участие более 400 человек. Все они приводили в порядок береговую линию острова Конный на Ангаре. Возле самого озера Байкал к этому празднику с 1 сентября началась высадка саженцев. На острове Ольхон поселится 6 тысяч молоденьких деревьев. Общая площадь работ 4 гектара. Высадка саженцев продлится до 24 сентября. Этим занимается благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Также на острове прошла генеральная уборка. А в поселке Култук в День Байкала открыли обновленную набережную. Весь сентябрь редакция новости по будням будет отмечать 20-летие. 1 сентября 2003 года в эфир вышел первый выпуск нашей информационной программы. И в честь этого события мы подготовили для зрителей сразу несколько сюрпризов. Один из них – рубрика «История одного репортажа». Корреспонденты прошлых лет будут вспоминать свои самые яркие или необычные сюжеты. Сегодня речь пойдет о репортаже 2004 года. Смотрим. 500 километров от Иркутска, поселок Будагово. Здесь находится детский приют «Родничок». Репортаж начался с того, что редактор мне выдал небольшой листочек бумаги, на котором был короткий текст. В деревне такое-то, произошло такое-то, родители посадили ребенка на цепь, кто-то увидел, полицию заявили, и детей изъяли из семьи. Но больше никакой информации. То есть мы узнали, что есть… Да, ситуация эта была, она в другом месте, за 500 километров от Иркутска. Ехать нужно далеко, выяснять, что нас ждет, непонятно. Но на следующий день, даже не днем, а ночью, буквально мы собрались на съемку с оператором и поехали в этот населенный пункт. Там уже дальше мы тоже не знали, где искать этих людей, настоящая ли это фамилия, которая была указана у меня на листочке. Но благо, что в таких отдаленных местах, небольших населенных пунктах, деревнях, люди очень хорошо знают друг друга. И мы стали просто общаться с местными жителями. Они сказали, да, да, это вот у нас в этой деревне, там на той улице, вот этот вот дом. Показали нам этот дом. Когда уже поняли, куда нам нужно, к какому дому подъехать, стало понятно, что вот эти герои, с которыми произошла ситуация, возможно, они не захотят с нами общаться. Вообще, как они будут настроены к нам, непонятно, учитывая, что ребенка сажали на цепь. Насколько это будет вообще безопасным общение? Ну, решили просто идти ва-банк, купили угощение небольшое, купили спиртное, так как было понятно, что люди, скорее всего, слабость имеют. И с этим поехали к дому. Постучали, вышла хозяйка, мы ей представились, завязалось общение. Она пригласила во двор, пригласила нас в дом, и даже, в общем, так доброжелательно к нам отнеслась, начала как-то организовывать стол, какие-то простые еще там закуски, принесла капусту, картошку, и мы начали, в общем, мило общаться. Слово за слово, сначала мы просто поговорили про жизнь в деревне, о том, что здесь происходит, и дальше уже перешли к детям. Да, бог с ним, я расскажу правду. Не делай, получай, так же, газеты. Муж мой уезжает на работу, Саша, хоть он не родной отец, ну, действительно, он как ему называется, как отец. Он когда дома, он помогает мне все. Оператор сразу занял такую позицию выгодную для себя, он сказал, что он за рулем, и он не пьет. Но я, как журналист и как инициатор застолья, наверное, должна была разделить трапезу с собеседниками, и мне наливали тоже в стопку водки, но я не могла позволить себе пить, и так незаметно выливала эту водку в картошку, чтобы сохранить все-таки здравомыслие в этой ситуации. И мы побеседовали, мы пообщались, хозяйка нам рассказала, как она видела ту ситуацию. И мне ее, может быть, даже где-то в чем-то по-человечески жалко, потому что, ну, я сама сейчас тоже мать, я знаю, как трудно бывает с детьми. И, может быть, в деревне и в какой-то такой неблагополучной в общем среде действительно сложно найти человеку какое-то правильное решение, если еще окружением, ну, не может как-то направить, помочь. Ну, как вот наказать, я не знала. Ну, как вот его наказать? Нам в этом доме удалось снять и цепь даже, на которой сидел этот ребенок. Она была даже не убрана. На этой цепи ребенок провел почти два года. Иногда его отпускали, за скотиной надо было кому-то приглядывать. Конечно, мальчик пытался бежать, но тогда ему придумывали еще более страшное наказание. Ну, вот буквально, получается, в два дня у нас день съемки был. Мы возвращались опять так же в ночь. На утро надо было отсмотреть материал, написать репортаж, выдать в эфир. Потом он вышел на федеральном канале, получил такую высокую награду, высокую оценку на всероссийском журналистском конкурсе. И я даже получила прям от Марианы Максимовской, известного деятеля журналистики на тот момент записку такую личную, оставаться верной журналистике. И, в общем, ну так, наверное, в моей жизни и продолжается дальше. У меня не было возможности следить за развитием истории этого мальчика, его родителей. Но, конечно же, в памяти остался этот материал. И мне бы хотелось узнать, как дальше сложилась судьба героев. Возможно, кто-то из зрителей, кто увидит сейчас материал, знакомый или как-то что-то слышал об этих людях, и обратиться в редакцию, будет интересно на самом деле узнать, как дальше сложилась судьба. Ну а сразу после короткой рекламы расскажем о достижениях спортсменов региона, а после вы узнаете, у кого Байкал ассоциируется с любовью и почему ворота мужской сборной по хоккей в Швеции защищала женщина. И теперь к спортивным новостям. Сборная Иркутской области завоевала золото первенства России по велосипедному спорту на треке среди девушек. На турнире в Ростове-на-Дону наша команда выиграла гонку преследования, опередив соперниц из Санкт-Петербурга и Адыгеи. О других успехах наших спортсменов расскажем далее. Для победы достаточно одного мяча футболистам Иркутска. Наша команда вновь выиграла с минимальным счетом в седьмом туре второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Вологде, противник – местная «Динамо». Заветные три очка иркутянам принес точный удар Андрея Путилова. И теперь клуб с берегов Ангары занимает пятое место в турнирной таблице. С бронзой из Кемерово вернулись хоккеисты «Байкал Энергии». Наша команда в рамках предсезонной подготовки приняла участие в Кубке губернатора Кемеровской области. По ходу турнира белосиние одержали одну победу и потерпели два поражения. В заключительном туре иркутяне уступили хозяевам турнира со счетом 1-5. Единственным мячом в составе «Байкал Энергии» отличился Вячеслав Швецов. А вот команда Иркутской области по керлингу выступила на Кубке России среди смешанных команд. На турнире, который состоялся в Новосибирске, наши земляки без особых сложностей прошли групповой этап и сетку плей-офф. Только в финале прибайкальцы уступили представителям Новосибирской области и удостоились серебряных наград. Даниил Седов, новости по будням. Аист не на крыше, как в песне поется, а в коробке. В ней пришлось переезжать краснокнижные птицы с ольхона в Иркутск. Еще в августе молодой черный аист поселился в поселке Хужир. Видимо, отбился от стаи. Через некоторое время специалисты забили тревогу. Редкий пернатый стал плохо выглядеть. Было принято решение отловить его и перевезти в Иркутск. Этим занимались специалисты заповедного прибайкалья. У аиста есть явные проблемы с ногами. Сейчас за здоровьем птицы будут следить в Иркутской зоогалерее. О других любопытных новостях расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Знали ли вы, что существует рейтинг самых дорогих подарков в мире? Третью строчку занимает жемчужина, которую преподнесли Клеопатре. На втором месте – остров Скорпионов, презентованный Жанклин Кеннеди. Лидер рейтинга – Мавзолей Тадж-Махал. О подарках и не только сегодня и поговорим. Музыкальный экспонат появился в Иркутске. Это немецкий рояль конца 19 века в стиле модерн. Фортепиано передал музею декабристов реставратор, художник и органный мастер Николай Натяганов. Теперь специалисты проверят инструмент, оценят его состояние и попробуют восстановить. Сейчас подарок разместили в гостиной дома музея Волконских. Подарят атмосферный клип всем ценителям прекрасного музыканта из Минска. Видео артисты сняли на Байкале. Группа создавала ролик на Ольхоне в конце августа. Остров стал одним из персонажей будущей работы не случайно. Сибирские красоты отлично отражают атмосферу песни, посыл которой люди любите. Сделал сам себе подарок учитель из Московской области. Андрей Задураев попал сразу в две книги рекордов. Причина – пешее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Расстояние в 700 километров россиянин преодолел за 17 дней. Ночевал в палатке, готовил на горелке. Рекордсмен признается, что мог бы прийти из одного города в другой раньше, если бы по дороге не останавливался, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Сюрприз для любителей хоккея. В Швеции во время матча мужской сборной ворота защищала спортсменка Сара Гран. Два основных вратаря шведов заболели. А голкипер молодежной команды, которая изначально принимала участие в игре, пропустил 4 шайбы. Поэтому было принято решение поставить на ворота голкипера женской команды. Трижды участницу Олимпийских игр, одну из лучших женщин-ворторей в истории Швеции. Сара не подвела. А ее команда в итоге сравняла счет. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Еще больше интересных новостей на нашем сайте www.ntsdefis.tv.ru И в телеграм-канале НТС нижнее подчеркивание ИРК. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова